приветствую рассказ и рассказ название еще не придумал рассказе надеюсь будет очень интересным познавателем так начинай когда первый раз люди встречались с алёши представлял салюши но их людей возникал такой визуальный диссонанс у вас наверно то же самое возникла ситуация вы встречаете человека видео что он такой как бы светлый почти блондин на черты лица восточный алёши русское имя какой-то такой восточный еще больше наверно кто-то удивился если знал что паспорте он не алёша в паспорте там али еще аж два словаря то есть вообще имя паспорта стояло из трех и не удивляется а фамилия вообще была настолько восточная что начали быть удивлялся алёша еще больше удивились если бы знали что фамилия его дедушки и имя было не просто немецкой архиемец действительно там получилось такая я не сказал больше интересно но обычная советская биография его дедушка жил киеве был комсомольцем и был сам настоящим этническим немцем началась война и дедушку спец вагоне под подвоем отправились киргизия ну боясь бояре что вот даже комсомольцы немецко предать великого стали дедушка попал киргизию ну и конечно наверно сообразил что она что-то делать ну что с такой или им с такой фамилии жить в советском союзе не дадут по этой причине он женился на таджичке и взял ее фамилии мало то даже имя свои немножко паскать переделал под восточной когда у них родились дети по детям дал именно восточные имена и даже когда внуки появились настоялся имена были как вы скажем у соседей по этой причине он алёша действительно мелко называется правильное восточное имя понятное дело чтобы не путать людей не объяснять почему он али не али он алёша так было ему проще честно говоря чтобы люди не задавали дурных вопросов хотя да действительно черты восточностас надо дать должное что его мама алёша была русская папа естественно получилось немец таджик русская а кто по национальности алёша решайте сами по моему общественность когда закончил школу а он они жили в киргизии но не по фрунзе там получилось что как бы довольно большой городишко может не самый главный после окончания школы алёша решил вернуться на историческую родину дедушки наверное разговоры повлияли или может захотелось но захотелось человеку уехать среднадцать может может он поехал поступать киевский университет и не на кого-нибудь она юриста почему она юриста он захотелось сдал экзамены причем сдал довольно неплохо у него получилась одна пятерка все четверки но конкурс не прошел понимаете как после школы мальчик тем более без блата честно говоря явно не учел свои силы если бы конечно попросили там по этой причине он весь расстроенный пошел забирать документы прием на комиссию и и встретил там майор встретил майора который представлял высшее учебное заведение внутренних войск и конвойных то есть смотрите ну кроме того что есть университет шевчанков и очень юристов существовал не знаю как сейчас а раньше существовало учебное заведение где подготавливали офицера для работы тюрьмах и на зоне этот майор был с этим учебным заведением приехал что называется подобрать хороших ребят для учебы он увидел алёша посмотрел в офигурить езжай к нам однозначно ты поступаешь с таким оценком у тебя будешь юристом офицером я так понимаю что конечно алёша не очень хотелось чисто такого учебного заведения но возвращаться на леон еще меньше хотелось и он целся закончил это учебное заведение получил звание лейтенанта и его отправили работать на зону в сан-франциско так на бандитском жармоне называете на франковском ивана франковского в этих ситуация конечно четкая зона 1 там находится черт зналите да она действительно называется в лукомане было рядышком село и конечно попавшим туда лёша был довольно расстроен до украина спорить не будет глушь зона со всеми этими их ними приколками ничего хорошего но здесь надо должное алёша немножко повезло на зоне он стал работать замом кума так называют оперативно работе на зоне ну во первых занимается тем что вербует из сидельцев стукачей смотрит чтоб там не было всяких запрещенных действий побегу бунтов так дальше на насколько это возможно и пишет доносы на тех кто сидят и на тех кто охраняет потому что тех кто охраняет как вы догадываетесь тоже под контролем вот и руша начал работать таким замок да действительно как вам сказать нет вот так получилось наш как-то и здесь действительно вот это уже было на зону приехал следователь из области у них находился сиделец по которому вели разработку такое бывает человек сидит следователь посчитал что надо с ним разобраться получить показания это бывает это даже это очень часто происходит вот но приехал следователь проведите такую спецоперацию ну и лёшу долго не думая прокомандировали к следователю типа молодой давай поба и они где-то месяц занимались этим сидеться ну не знаю чем она закончилась но после того когда следователь грубо говоря уже закончилась начал уезжать по дружески предложил алёша написать рапорт пропиток по переводу из зоны следственного управления лёша написал и следователь слова задержал через пару месяцев по приказу как положено алёшу перевели на работу его на франковск следственного управления так он начал работать но я так понимаю младшим помощником младшего следователя но в следственном управлении все таки областной центр то что какой-то силу а дальше а дальше распался советский союз появилась независимая украина и самая хорошая мире украинская милиция напомните начало девяностых помните вот этих всех бригадиров эти все разборки помнить тогда как раз образовался убор управление по борьбе с организованным преступностью все правильно произнесли и алёшу даже пригласили работать молодой перспективный тем более старнее получил вперед давай и он перешел на работу был причем перешел очень удачно года через два уже переехал в Киеве понимаете в чем преимущество было алёша он скажем так он может не был самым лучшим следователем не был что называется таким что называется пробовал стены или там ломился на пролом выполнял какие-то невероятные задания нет он был исполнитель при этом он не жаловался ну вы понимаете следователи всегда заваривали куча работ причем бывало громадное количество дел которые надо было сейчас срочно уже завтра уже не успевать в чем было преимущество алёши все знали что если вот ему доручили да самое горящее самое бестолковое дело самое провальное алёша сделает и санкции сделает и аресты сделает и прокурором договориться все это начальство нравится потому что вы как понимаете из громады креста текучки который боже милости кто это будет делать но это надо делать поэтому попал киеве он скажем так сделал шикарно серьезно я не шучу шикарно скажем с того что он действительно у меня родилась дочка он получил двухкомнатную квартиру бесплатно да сотрудник все-таки как-никак в киеве двухкомнатную квартиру ну причем со временем как бы обжился в машину конечно купил это естественно и и по большому счету и кто конечно как им сказать не говорил что алёша берет или но скажем так бывали случаи бывали случаи когда алёша мог зайти до шефа и просто объяснить что вот этого дела то она есть но в принципе мы можем его как бы закончить спокойно не не это не значит что закрыть так даже нет закончить без фанатизма то она есть но но не самое-самое то есть закончить так чтобы человек или получил условно или получил поменьше срок или может действительно отправить на доследствие так дальше он умел объяснять начальство почему это надо делать и действительно в этой ситуации его ценили представители и другой стороны потому что понимаете бывает вариант что человек как бы вляпался в это дело он бы уже как бы хотел его где-то спокойно закрыть но алёша находил среднем да да это были не резонансные дела это было не что-то с чем это было что-то попроще когда действительно ситуация была смешнее не приду молодой человек романтик и так дальше вляпался в одну структуру и дальше ситуация следующее все что было когда брали лихих ребят он тоже там оказался его тоже закрыли причем если по остальным там действительно было что поэтому романтику там практически ни черта не был он то что называется не более чем водительному машину ну серьезно понятное дело что мама с папой старались ну как же испортить биографию ноты он дурак захотел этой самой понимаем отнесся действительно дурак тем более что на него особо то ничего по этой причине ограничились тем что но можно на уровень того что условно и замечательно родители тем более что мы его подачи хватит это рано причем алюша сделал такие ну понимаете как не слушал карьерист и это не конец но он ну во первых он поступил в аспирант магистратуру магистратуру как раз это университета где его не приняли и фактически почти закончил звание естественно получал стал капитаном уже и майор рядышком был а дальше он уже в общем-то прикидывал сейчас майор потом подполковник ну а там че люди ближе к пенсии полковник тем более действительно почему нет ну он хороший след к нему каких-то особых претензий не было каких-то особых проблем или конфликтов тоже не было да он может и не супер но и не такое несчастье которое на часто хочет быть по этой причине он действительно уже так прикидывал ну вот сейчас майор а там че гляди как раз структура где-то разрастается и может отправить уже где-то в область уже начальник а это уже очень было неплохо ну киеве начальником сложнее так что вот с такими мыслями алёша утром даже не утром осенним утром 1999 года отвез свою дочку в школу жену на работу и пришел на работу и к ним кабинет зашел самый-самый шеф и генерал нет действительно генерал причем генерал у них был замечательный но знаете есть генералы там как бы такие снобы действительно любят показать свои звездочки это был не такой абсолют ну за дябкой нет он совсем поздоровался за руку поздоровался как положено так и без этого всего чванства или такого знаете верховерства ну вот как с равными почти но и без стыкань так он как бы держал знаете так вот по деловому по дружески общение причем пару слов перекинулся да генерал причем умел очень классно вставлять и смачный мат обалдеть шикарно рассказывал анекдоты и сам любил слушать так что в принципе ну такое генерала да поискать примечатель зашел поговорил пообщался приятное дело не то что там вызвал их фосты в гриме нет 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 это генерал так с алешей как с равными несмотря то что Алеша далеко не генерал и предложил Алеша выйти перекурить ну конечно Алеша вышел и генерал продолжает пойти покурить то чего бы нет Алеша вообще то не курил но вышел вот курил ли генерал это тоже еще вопрос в самом случае в курилке он никогда не был но может в кабинете все таки генерал мог себе позволить да не курили они они начали прогуливаться по коридору почему генерала захотел общаться в кабинете ну может потому что генерал знает больше чем сотрудники может просто захотел пройтись по коридору этого здания здания да большой передору фото что если простились туда туда расстались опять же подружески Алеша вернулся на рабочее место ну скажем так если вы посмотрели на него в этот момент вы наверное поняли что Алеша задумался не просто задумался лёша начал просто думать начал очень думать опять же думать то думать кучка идет как вы догадываетесь на столе валёша куча уголовных дел так что начал но и другой 3 там допросил там так и дальше поздно вернулся вечером утром брат на работа и жена заметил что лёша поменялся у жены не было привычки задавать и лучше вопрос во первых что даже дочка заметила что папа что-то очень грустно дети вообще замечают быстрее чем кажется даже когда был выходной алеша со слава на работу поехал на работу хотя особой работы не было можно было быть дома но занимался ну как бы со стороны вроде бы ненужная работа и шевал документ она тоже нужно потому что всегда текучками вспеваешь как бы это сделал но явно можно было это сделать и другой день но захотел быть на работе не хотел быть дома а после выходных после выходных генерал еще раз дошел и нравились его подчиненные такой он был хороший еще раз попросил пошли перекурить но уже когда он еще раз ходил меня перекурить даже сослуживцы так ну да вот это все конечно подумали сейчас лёша это что случайно генерал к нему так хорошо относится все майор точно и начальник точно но когда лёша вернулся по его выражение лицо было видно что он еще хорошо в этом у нас и еще так прошло несколько недель тут алёша смотрите есть такой трюк умный следователь умный следователь у него был должник врач в каком варианте был должник это не будем то что он подъехал к этому врачу и врач его положил на обследование причем тяжелое заболевание сердце на почти признать все не сегодня завтра лёшку это помнит как положено со всем процедурами так дальше а лишь уже с больницы правил по почте рапорт просил его уволить по состоянию здоровья потому что вот видите как тут говорится когда рапорт попал на стол генерала генерал вместо того чтобы рапорту дать вход начал служебное расследование в отношении Алёши но так как ну понимаете-ка ситуация конечно следователи могли бы допросить Алёшу в больнице но когда они приезжали Алёша был под капельницей и в очень тяжелом состоянии они понимали что придется писать в рапорте что следствие проводится в больнице там там но это немножко не то по этой причине они писали от силы что ну вот человек сейчас находится в таком состоянии сейчас допросить нельзя но сейчас ему лучше стать ну это просто и так проходило ну первые месяцы очень активно потом меньше ну алюша полгода продолжал ну что это не ну болезнь то сложная сердце ну тем более вроде бы как бы легшало а потом сложнее а потом еще сложнее а потом еще ну сами же понимаете болезнь но человек сейчас убрёт выпишут из больницы раз в целом убрёт на дороге нельзя ну через полгода конечно рапорт подписали Алёшу уволили ну понятное дело байеровать не стал пенсии была не положена не выслушал ничего но Алёша быстро выздоровел очень быстро вернулся в семье и уже по выражению лица было видно что Большой камень спал с души колоса в этой ситуации со стороны конечно люди не поняли зачем Алёша что как почему что но люди которые знали Алёшу которые в общем то понимали как работает этот механизм где работал Алёша в общем то сказали что Алёше чертовски повезло Фёдор Ель да он он смог во первых Алёша с этим был очень умный не удивляться а почему ну где то сработала таджикская кровь восточная хитрость немецкая пунктуальность российская сообразительность ну и украинская земля что попросила генерал ну ну понимаете какая ситуация генерал же дал ему ушное указание и вы же понимаете происходно что в случае чего генерал бы сделал большие глаза сказал первый раз да никогда да нигде я ничего не подписан ничего не говорю да генерал дал ушное указание точнее просьба просто просьба прогулялись в коридоре даже не просьба как бы поинтересовался как там вот сейчас дела а Алёша вёл дело по одному такому ну бандюку честно говоря самый настоящий бандит то есть там и тяжкие и нанесение и участие в драках и рэкет всё то есть вот именно бандюк который входил в банду за одного из киевских бригадиров прямому понимать это слово и даже не просто входил но был одним из таких близких бригадиров что вы правильно понял по этой причине бандюк самый настоящий причём у него там уже несколько раз судимости были нет что вы правильно понимаете вот Алёша вёл его дело ну и соответственно генерал поинтересовался как там движется ну как движется ну по большому счёту можно его было двигать дальше да срок ему дадут но для этого бандюка ещё раз сесть эй ну тут генерал ему как бы дал рекомендацию что вот вообще то может не стоит так ускорять это дело а разобраться полноценно всё сторонно чтобы чётко проследить связь вот этого бандюка и бригадир алюша понял алюша все понял что генералу надо было чтобы этот бандюк дал показания на бригадир при этом конечно генерал им не говорил что можно использовать себе не понимал что нужный результат эти причине методы которые будут использовать Илёша генерала не интересует но результат нужен он сказали ну что это такое проснул бы это бандюка бандит пускай это с показания на свой шеф ежемед понимаете-ка ситуация Леша по большому счету давно уже работал и знал много методов и знал как можно это сделать точнее как можно это было все вставить тут даже не в бандюке дело там есть возле бандюка всегда шестерки которые могут все взять на себя то есть можно было бы действительно разыграть такой нюанс когда бандюк для того чтобы поращать свои вопросы сдал бы шеф но по документам бы сдал не он сдал шестерка шестерка все бы там бы как бы и получила по полосу как положено но дело было бы в нужном направлении и действительно это бригадира можно было бы посадить если задать вопрос а что же здесь такого борьба с бандитизмом бригадира запрессонем уберем улиц генерал же правда что хочет убрать организованных ну да а Леша должен помочь конечно он что за организованных преступностей тем более сам потом взять посадить брагодира такой бандит соответственно целая группа бандитская будет славленным захваченным жизнь станет лучше ну а Леша был Леша был очень умным человеком не только умным он умел хорошо просчитывать а еще больше слушать по этой причине он хорошо знал что есть базар который контролирует его генерал и этот бригадир да они мне конечно по документам умоляются по документам там совершенно другие но крышует этот базар и генерал и бригадир и это он знал ну честно говоря знали про это и другие не скажу что это супер секретная информация эти земля слухами помнится тем более что было очень заметно очень заметно ну вот отношения а дальше Алеша уже как очень умный человек все проще он очень хорошо понимал да генерал хочет как минимум арестовать своего делового партнера а дальше а дальше начнет с ним торговать из-за базара конечно они доторгуются однозначно ну может или переделят участие или может действительно что-то сдвинут какую-то часть базара отдадут одному больше меньше он понимал что в конечном итоге они договорятся они и раньше договорятся а когда договорятся как минимум генералу надо будет выпустить своего делового партнера некрасиво делового партнера сидит а как это сделать если уже есть такая папка есть такое главное дело есть громадное количество процессальных действий громадное количество подписей выбросить папку нельзя спустить на тормозах это сложнее не будь какой-то мелкий воришка чем с ним ну а это что такое дело однозначно будет на контроле причем на самом контроле по этой причине сказать вот извините мы решили его простить не пройдет он понимал он понимал что здесь сделал очень хорошо он очень хорошо знал этот механизм он происходно понимал так минимум генерал сделать его правильно он возбудит уголовное дело противоречит за несанкционированные действия по отношению к этому бандюку да а так как подпись состоит следователь но он же только мог соответственно генерал делает большие глаза сказать я первый раз слышу вот видите у нас есть некоторые сотрудники которые не соблюдают уголовный комплекс и нарушают законы Совет Украинской Республики позволяя себе недопустимые действия в отношении к задержанию ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй а дальше все будет как положено понятное дело что показания которые давал бандюк под прессингом будут признаны сомнительными дальше прокурор прозреет скажет ну никак их нельзя использовать их надо передоследовать ну и дальше соответственно к выдачи будут другие показания в конечном итоге этого бригадира выпустят а как вы хотели или вообще там ограничиться каким-то а Алеша посадит да как бывший сутрудный Алеша хорошо знал что такое зона и предусходно понимал что никакой романтики там нет так само как он предусходно понимал что улыбки генералов это самое страшное что-то можно придумать по этой причине он действительно очень долго думал как выйти из этой ситуации он уже думал и так и так и действительно он уже думал перекись сначала была попытка думал перекинуть ну чтоб не он подписан он понял не получится потому что ну как он другие тоже не горели желания а тем более если прессануть то там уже действительно хочешь не хочешь надо подписи поэтому он и заболел поэтому генерал и не захотел ее отпускать и начал слиться и начал наказать потому что Алеша слушался вот хотел хотел его наказать но Алеша тоже знал этот трюк что генерал-то конечно хотел но перегибать он не будет ну и следователи которые ходили к нему в больницу тоже перегибать не хотели ну зачем нет они понимали что Алеша не больной но понимаете как потом по всем инстанциям почти больного человека следовать ну зачем следователи делали спустя рукава генерал понимал что не может сказать ребята ну как ну не можешь сказать убейте меня Алешу не может поэтому на каком-то этапе ну просто генерал уже это надоело бросил и Алеша так между прочим в дальнейшем события которые я рассказываю которые Алеша так сказать просчитал так и произошли генерал нашел следователя который присунул бандюка арестовали браганеры арестовали все подполучили а дальше конечно была интересная забавная ситуация вот этот бандюк который дал показания получил 12 лет а бригадир получил условно понимаете вот он конечно организатор преступной группировки но как я ничего не знаю абсолютно ничего это была просто группа спортивных людей которая занималась охраной рынка ну а то что потом узнал он да вы что первый раз ну условно все таки дали ну сами понимаете чуть-чуть но какой же преступник ну скорее всего за рынком порешали но это Алеша не интересовался после того когда Алеша ушел из органов он стал адвокатом а почему самое интересное со временем стал очень шикарным адвокатом очень востребован так что он не просто купил квартиру купил дом запросто у него уже четверо детей не удивляйтесь четверо детей жена ну он такой живет ну не скажу что богато но не бедно да довольно ну уже как бы Альяш почему он хороший адвокат казалось что он шикарно может решать вопросы прежде всего если человек находится на зоне человек попадает на зону возникает проблема это же к сожалению зона а так как он хорошо знает этот механизм и тот и третий и он просто незаменимый очень часто его рекомендовали там что называется куча желающих он не успевал все заказы помоги там вот порешать это он это решал так что в принципе реагируется может хорошо что он ушел да полковником он не стал генералом тоже но адвокатом стал хотя понятное дело кто-то сделал карьеру и большую кому-то это нравится кому-то не нравится это работа это работа которая не подходит тренинг полюшку пробовал оказалось это немножко нею с другой стороны он действительно оказался умный и вовремя сообразил как хорошо уйти но бывают же такие которые не всегда писали вот такой рассказ по-настоящему боррадыры заливали до свидания Субтитры сделал DimaTorzok